Не успела мою гузно остыть от орков, улицами взрощенных до императоров деревень колхозных, как кошерный магазин видеоигр roxen.ru, где продаются игры по лучшим ценам в рунатам, кстати, дал мне цивилизацию 6. Ну, знаете цивилизацию, да? Ну, ёлки, хотел сделать нормальный обзор, но игра как бы сама намекает, что надо б накатить. Что ж, давайте разольём бокалы Blazer D'Shane 2007 года разлива и приступим. За тебя, Катюшка, просвидительность ты наша, ближайшие 10 часов твоей задницей кручу я. Цивилизация. Цивилизация, да тебе не хукры-мухры, мы тут завоёвываем мир, вообще-то очнись, либо через военную мощь, либо через научную, либо через культурную, либо с помощью молитв Всевышнему. В наши распоряжения попадают различные страны, и мы можем творить свою историю. А ты думал, мы по школьному учебнику пойдём, зубрила ты эдакая? Сидмейр только что просушил зубы в твою сторону, учти. Для его стратегии тут всё стандартно, можно сказать, что она недалеко ушла от пятой части, но слава бобрам, все примочки и возможности нам дали сразу, одни через чёртовый DLC. Хотя и нововведений тут достаточно, но большую их часть, естественно, заметят только самые прожжённые индийские ядерщики. Из остального тут мультяшный графический стиль и калинка-малинка, играющая на территории России. Не знаю, какой там оркестр её играл, но ненависть к ней вы почувствуете уже через полчаса, а через час вы уже перестанете быть патриотом и заходите быстрее свалить с рашки. Какая же всё-таки реалистичная игра. Осталось дождаться девятой части, чтобы играть за Санцеликова. В цивилизацию заходить очень опасно, между прочим. Вы сможете провести бесконечное множество последних ходов и не заметите, как ваш сын пошёл в первый класс, учитывая то, что когда вы начинали играть, детей у вас вообще не было. Вообще цивилизация странная. Поначалу, конечно, всё в порядке. Вы убираете место для строительства города, вспоминаете школьный курс ОБЖ, чтобы выжить, боретесь с варварами, ловите крабов и мечтаете о прекрасном будущем. А потом вы встречаете другие народы, и тут начинается. Приходят арабы, смотрят на вашу казну, говорят «Вах, Вася, как же хорошо!» и уходят. Клеопатра смешивает вас с грязью, потому что вы не построили лишнюю колесницу. И даже если вы пойдёте на неё с войной и заставите платить вам дань, через некоторое время она снова такая типа «Вася, ты лох, на везу ей посажу!» Ну ладно, чё с бабы-то взять, кажется, но потом приходит китаец и объявляет вам войну, потому что вы построили кучу чудес света, а он, как дебил, за своей великой стеной сидит. Но самое интересное, что чувак с трусами из пальм и с копьём из говна выигрывает научную гонку. В любом случае, в цивилизацию приятно играть. Мне, как новичку в серии, было весело разбираться в ней со зрителями на стримах, строить свою цивилизацию и пытаться отвоевать Амстердам, куда ж без него-то. И после первой проигранной партии мне захотелось играть ещё. Взять миролюбивого Ганди, попробовать новые комбинации следований, встать на какие-нибудь фашистские рельсы или долбануть ядерной ракетой по Зимбабве. Ведь приятно смотреть на три вещи – огонь, воду и то, как они уничтожают чьё-то государство. Так что для новичков шестая часть подходит идеально. Для трой игроков она тоже понравится, правда, их может расстроить инъекция Пиксара в графике, и то, что действительно кардинальных изменений нет. Ставлю этой игре 9 баллов из 10, а вы пока подписывайтесь и становитесь частью самого лампового канала с бобросуслами на ютубе. Канал освещен пресвятыми F5-F6. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!